Беседа 89.874 Матфея 27.62 На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники, фарисеек, Пилаты и говорили Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресну Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его пришедшей ночи не украли его и не сказали народу воскрес из мертвых И будет последний обман хуже первого Ложь везде обличает себя и как бы невольно защищает истину Смотри, надлежало верить тому, что он умер и погребен, и воскрес И все это через самих врагов становится достойным всякого вероятия Вникни в эти слова, которые вполне подтверждают все это Вспомнили, говорят они Следовательно, он скончался Ибо когда этот обманщик был живым Что после трех дней воскресну Повели же поставить стражу у гроба Следовательно, погребен он Чтобы не пришли ученики и не украли его Следовательно, если гроб запечатан То обмана уже не будет Невозможное дело Итак, в самой вашей же просьбе дано непререкаемое доказательство его воскресения Если гроб был запечатан, то не было никакого и обмана Если не было обмана, а гроб найден пустым, то явно, что он воскрес Нельзя и прикосновить этому Видишь ли, как и против, воли подвизаются в пользу истины Рассмотри также, как дорожат истины и ученики, как ничего не скрывают из того, что говорено врагами Хотя бы то было и позорное Вот они называют его обманщиком И ученики не умалчивают об этом Это показывает и жестокость врагов, доходивших до того, что даже и по смерти не оставляли своего гнева И вместе простоту и правдолюбие учеников Належит при этом исследовать и то, где сказал он после трех дней воскресну Более ясных слов об этом нигде не найдешь, кроме примера Ионы Беззаконные иудеи знали, следовательно, и понимали слова его И сознательно злодействовали Что же отвечает им Пилат? Пилат сказал им Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете Они пошли и поставили у гроба стражу И приложили к камню печать Он не позволяет воинам одним печатать Как бы узнавший о его делах, он не хочет более действовать с ними заодно А чтобы освободиться от них, позволяет им оградить гроб И говорит, вы как хотите, печатайте, чтобы после не винить других Подлинно, если бы одни воины запечатали, то идеи могли бы сказать Хотя это и была бы невероятная ложь Но все же они, как в других случаях, бесстыдно клеветали Так и теперь могли бы сказать, что воины позволили унести тело И дали ученикам возможность измыслить весть о воскресении Теперь же, когда они сами утвердили гроб Не могут сказать и этого Видишь ли, как они против своей воли стараются об истине Сами пришли, сами просили, сами запечатали вместе со стражей Чтобы таким образом быть обвинителями и обличителями самих себя В самом деле, когда ученики могли бы украсть В субботу, и при том как В субботу не позволялось и выходить Если же приступили и закон То как эти столь робкие люди осмелились бы пойти Как при том могли убедить народ Что они могли говорить, что делать Что за ревность побуждала их стоять за мертвеца Какой ожидали награды, какой почести И от живого, когда только он задержан был, они убежали А после смерти могли бы дерзнуть за него, если бы он не воскрес Как это сообразить? Что они не хотели, не могли вымыслить небывалого воскресения Видно и следующего Много раз говорено было им о воскресении Даже беспрестанно Повторял он Что, как сказали и сами враги После трех дней воскресну Поэтому, если бы он не воскрес Очевидно, они, как обманутые и преследуемые всем народом Изгоняемые из домов и городов Должны были бы отстать от него Не захотели бы разносить такую о нем молву Как обманутая им И подпавшая за него крайним бедствием А что они не могли вымыслить воскресение Если бы не было его на самом деле Об этом не нужно и говорить В самом деле На что они могли при этом надеяться? Насиловали своего слова Но они были самые неученые люди На богатство ли? Но они не имели даже ни посоха, ни обуви На знатность ли рода? Но они были бедны и от бедных рождены На знатность ли отечества? Но они происходили из вечности и незнатных На многочисленность ли свою? Но их было не более 11 И те рассеяны На обещания ли учителя? Но на какие? Если бы он не восстал То и остальные обещания Его не были бы для них достоверны И так как могли бы они укротить неистовство народа? Если верховный из них не снес слово жены при вратнице А все прочие, увидевшие его связанным, рассеялись То как они вздумали бы идти в концы вселенной И там наслаждать вымышленные Слово о воскресении? И если один из них не устоял против угроз жены, а другие Даже при виде уз, то как могли они стать против царей, Князей и народов, где мечи и сковороды, печи, бесчисленные Роды ежедневной смерти, если бы не были укреплены Силой и помощью воскресшего Совершено было множество великих чудес И ни одного из них не усцедили сиудеи Но распяли сотворшего их А простым словам учеников могли бы поверить о воскресении? Нет, нет! Все это сотворила сила воскресшего И посмотри, как смешны их замыслы Вспомнили, говорят ему, что этот обманщик говорил, будучи живым Но если он был обманщик и хвалился попусту То чего вы боитесь, мечетесь и так суетитесь? Боимся, говорят, как бы ученики не украли, не обманули чернь Но доказано уже, что этого никак не могло быть И однако злоба упорно и бесстыдно Покушается и на безумное дело Веля до трех дней оберегать гроб Как бы стараясь защитить свое учение И желая показать, что он и прежде был спец И даже во гробе можно подозревать его в злобе Поэтому-то он и восстал скоро Чтобы не говорили, что он оказался лжецом И что тело украдено Обвинять за то, что он скоро восстал, было нельзя Замедление было бы подозрительно Если бы он не тогда воскрес, когда они сидели и оберегали гроб Но тогда, как спустя три дня они удалились бы То могли ли бы еще что-нибудь говорить против, хотя бы и безрассудно Для того он предварил воскресением Надлежало совершиться воскресение именно тогда, когда они сидели там и стерегли Следовательно, надлежало быть ему в пределах трех дней А если бы оно произошло по истечении их Когда стража удалилась бы Дело могло бы быть подозрительным Поэтому Господь попустил и запечатать гроб по их желанию Допустил быть при нем и воином Они не заботились и о том, что трудятся в субботу Но имели в виду только то одно Как бы им преуспеть в своей злобе Вот высшая степень безумия и ужаса, потрясавшего их Те, которые захватили его в свою власть живого Боятся теперь умершего Если это был простой человек, то следовало оставаться спокойными Но дабы они познали, что и будучи живым, он добровольно претерпел все, что только претерпел Вот и печать, и камень, и стража И все это не могло удержать мертвеца Они успевают в том только, что и погребение становится известным И воскресение его получает большую достоверность Потому что и воины неотступно были при гробе, и иудеи надзирали По прошествии же субботы, на расцвете первого дня недели Пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб И вот сделалось великое землетрясение И в ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба И сидел на нем И вид его был, как молния И одежда его бела, как снег По воскресенье приходит ангел Для чего же приходит он и отваливает камень? Для жен, которые увидели его тогда во гробе Они видят, что во гробе нет тела И потому должны были и поверить воскресенье его Вот для чего снят камень Для того было и землетрясение, чтобы они воспрянули, пробудились от сна Жены приходили для того, чтобы намастить елеем тело И это было ночью Естественно, что некоторые из них и спали Но зачем и почему сказал им ангел Не бойтесь, прежде всего он освобождает их от страха И потом говорит о воскресенье И это слово «вы» с одной стороны выражает большую честь, а с другой указывает на то, что ужасные ожидают бедствия тех, которые дерзнули на это злодеяние, если не покаются Не вам Итак, освободив их от страха и словами, и взором Потому что показался в светлом виде, как принесший радостную весть Ангел и присоединяет Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал Не бойтесь Ибо знаешь, что вы ищете Иисуса распятого Не стыдиться назвать распятым, потому что это высочайшее наше благо Воскрес, откуда это видно Его нет, здесь он воскрес, как сказал Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь Если мне, говорит, не верите, вспомните слова его Тогда и мне не будете не доверять Далее и другое доказательство И пойдите скорее скажите ученикам его Что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилею Там его увидите Вот я сказал вам Повелевает и другим благовествовать о воскресении Что особенно заставляет их верить И хорошо сказал в Галилее Избавляет их от забот и опасности Чтобы страх не поколебал веры И вышедшие поспешно из гроба Они со страхом и радостью великой Побежали возвестить ученикам его Почему так? Потому что видели поразительное и странное дело Гроб пустой, в котором прежде при их глазах положено тело Для того ангелы привел их ко гробу Чтобы они могли быть следительницами того и другого И гроба, и воскресения Действительно, они могли понять, что никто не мог бы унести его в присутствии стольких воинов Если бы он не восстал сам Потому и радуются, и девятся, и получают награду за такое постоянство Первые видят и благовествуют Благовествуют то, о чем не только слышали Но и что видели Итак, когда они вышли со страхом и радостью Иисус встретил их и сказал Радуйтесь И они, приступивши, ухватились за ноги его И поклонились ему С великим весельем к нему Прикосновением твердо уверились в его воскресенье И все они притекли к нему Поклонились ему Что же он? Не бойтесь Опять и сам прогоняет страх, уготовляя удобнейший путь в вере Тогда, говорит им Иисус, не бойтесь Пойдите, возвестите братьям моим Чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня Возвестите Смотри, как и сам он через жен благовествует ученикам И, как часто говорил я, униженному полу Возвращает честь и добрые надежды И врачует немощное Может быть, кто-нибудь из вас захочет, по примеру, достохвальных жен Обнять ноги Иисусовы Можете и ныне, если хотите, не только руки и ноги обнять Но и священную его главу Если будете приобщаться С чистой совестью страшных тайн И не только здесь Но и в тот день узрите его Грядущего в неизреченной славе Сонмом ангелов Если только захотите быть человеколюбивыми Услышите не только эти слова, радуйтесь Но и придите, благословенный Отца Моего Наследуйте уготованное вам царствие Прежде создания мира Итак, будьте человеколюбивы Дабы вам услышать эти слова И вы, украшающиеся золотом жены Видевшие течение тех жен Оставьте, по крайней мере, теперь этот недуг Злато, вожделение Если ревнуете блаженным тем женам Перемените украшения ваши Облекитесь милосердием Что за пользы, скажи мне В этих драгоценных камнях и зататканных одеждах Скажешь, в них находит радость и отраду душа Но я спрашиваю Тебя о пользе, а ты говоришь о вреде Нет ничего хуже, как заниматься такими вещами Радоваться ими прилепляться Тем плачевнее тяжкое это рабство Что человек и рабствуя Утешается Какому духовному делу такой человек Приложит надлежащее тщание Будет ли так же осмеивать Как бы надлежало житейские занятия Когда считает Утешением связывать Душу золотом Кто живет в темнице и с удовольствием Тот, конечно, никогда не захочет освободиться из нее Так и душа златолюбивая Она как бы пленница злой своей страсти Не захочет выслушать даже одного слова духовного С надлежащей охотой и ревностью Тем менее исполнить дело Итак, скажи мне Что за выгода в этом украшении, в этой неге? Услаждаюсь, говоришь Но опять повторяешь о вреде и гибели Но я пользуюсь, говоришь, ты большим почетом у зрителей И что же в этом? Это только повод к гибели другого рода Когда ты надмиваешься Кичишься Теперь, раз ты не могла показать пользы Выслушай Как я покажу тебе вред Какой же вред? Тот, что забот гораздо более, нежели удовольствие Потому-то многие зрители И притом очень необразованных Ощущают более удовольствие, нежели ты Которая так украшена Ты украшаешься с заботливостью А они и без заботы услаждают свои взоры С другой стороны Вред в том состоит, что ты унижаешь свою душу Возбуждаешь везде и повсюду зависть Соседки твои раздражаются этим Восстают против своих мужей И поднимают против тебя жестокую брань Сверх того Потратив на это все свое старание и заботу Ты пренебрегаешь духовными упражнениями Исполняешься высокомерием, гордостью и тщеславием Прилепляешься к земле Теряешь крылья духовные И вместо орла становишься псом и свиньею Перестав обращать взор свой и парить к небу Подобно свинье смотришь только долу Заботишься о металлах и кладовых И лишаешь душу твоей твердости и свободы Но ты еще выходишь на зрелище, чтобы показать себя Тем более тебе не должно украшаться золотом И чтобы не быть предметом общего внимания И не отверзать уст толпы злословов Не думай, чтобы кто-либо из зрителей тебе удивлялся Напротив, они все смеются над тобой, как над щеголихою Как над женщиной, гордой, заботящейся только о теле Если ты приходишь в церковь То, выходя из нее, ты ничего не понесешь с собой Кроме насмешек, ругательств и поношений И не только от зрителей, но и от пророка Велегласный Исаия, увидев тебя, тотчас разопьет Так говорит Господь на владетельных черей Сиона Так как ты ходишь высоко с поднятой шею И помигиваешь очами и ступанием ног Так же и ризами влекущий, ногами вместе играющий То откроет Господь срамоту их И будет вместо благовония смрад И вместо пояса веревка Исаия 3.16.23 Вот что дадут тебе вместо украшения Это сказано не о тех только, но и о всякой женщине Которая им подражает Вместе с ним и Павел обличает, когда пишет Кимофею Чтобы он запретил женам украшать себя плетениями Золотом или бисерами, или ризами многоценными Итак, украшается золотом и всегда пагубно Особенно, когда ты приходишь в церковь Когда проходишь мимо бедных Посмотри тогда на себя Ты увидишь, что одежда твоя не более как личина жестокости и бесчеловечия 8.80 Размысли, сколько в таком одеянии обходишь ты алчущих Скольких ногих в сатанинском украшении твоем Насколько лучше было бы тебе накормить души алчущих Нежели проколоть уши и привесить к ним Для пустой цели то, что могло бы доставить насущную пищу Столь многим беднякам Неужели быть богатой составляет, по твоему мнению, славу? Неужели украшаться золотом ты считаешь делом важным? Если бы даже все это снисканно было и праведными трудами И тогда твое поведение достойно величайшего осуждения Когда же и приобретено еще неправедным путем То представь, как безмерно преступление Но ты любишь похвалу и славу Сними с себя позорную эту одежду И тогда все тебе удивятся Тогда будешь наслаждаться и славою, и чистым удовольствием Ныне же ты осыпана ругательствами И этим сама себе создаешь множество поводов к скорби Представь, если что-нибудь пропадет Сколько отсюда бед Сколько рабынь должны будут терпеть наказание Сколько мужчин приведено будет в тревогу Сколько будет посажено Сколько будет жить в темницах Затем пойдут суды, тяжбы, тысячи ругательств и поношений И жене от мужа, мужу от друзей И душе от себя самой Но положим, что ничего не пропадет Хотя трудно без этого обойтись Положим, что все всегда будет в целости И в таком случае опять Ты подвержена будешь только беспокойству, заботам, скорби Не получая пользы Какая отсюда прибыль дому? Какая польза самой, украшающейся? Пользы никакой А бесчестия много и укоризны отовсюду И как в таком украшении ты можешь лапзать и обнимать ноги Христа? Он отвращается от такого украшения Потому-то он благоволил родиться в доме древоделателя И, а лучше сказать, даже и не в самом доме, но в пещере и яслях Итак, как же ты можешь видеть его, когда не имеешь красоты для него вожделенной Когда ты обличена не любезным для него украшением, а ненавистным Приходящий к нему должен быть украшен не такими одеждами, а обличен добродетелью Рассуди, что такое золото? Земля и прах Брось в воду, и будет грязь Рассуди и устыдись Как ты прах делаешь своим владыкой? Как ты оставишь все? Сидишь с ним или всюду носишься с ним, даже когда приходишь в церковь Где особенно надвижало бы удалять его? Потому что церковь не для того создана, чтобы ты показывала в ней это богатство А для того, чтобы ты показывала богатство духовное А ты как бы на зрелище приходишь сюда в таком украшении, и подражая играющим на сцене женам, одеваешься с такой величавостью в смешной их ссор Вот почему ты приходишь сюда во вред для многих По окончании собрания в домах за трапезой вы услышите многих беседующих об этом Не говори о том, что то и то сказал пророк-апостол Не говоря, заводят разговор о великолепии одежд, о драгоценности камней и о прочем безобразии украшающихся таким образом жен Это то самое и вас, и мужей ваших делают скупыми на милостыню Подлинно никто из вас не захочет уделить из этого золота сколько-нибудь, чтобы накормить алчущего Если ты соглашаешься скорее сама терпеть нужду, нежели допустить малейшую порчу в дорогой твоей вещи То как можешь уделить что-либо для того, чтобы накормить другого? Поистине, многие пристрастились к этим украшениям Как бы к одушевленным каким существам и любят их не меньше, чем детей Как это можно, скажете вы? Докажите же мне противное, докажите делами Теперь же я совсем не то вижу Какая женщина из страдающих этим недугом, приобретшей довольно число многоценных украшений Исхитила от смерти душу детяти Ну что я говорю детяти? Искупила ли она этими драгоценностями свою собственную погибающую душу? Напротив, из-за них многие продают ее ежедневно Если случится болезнь телесная, они все делают А если видят порчу душевную, ничего подобного не делают Но как о своей, так и о душе своих детей совсем не родят Чтобы оставались их драгоценности, пока не заржавеют от времени Ты осыпана несчетными талантами золота А член Христов не имеет даже необходимой пищи Общий всех владыка, владыка неба из тех живущих на нем Всем равно предложил духовную свою трапезу А ты из тленных вещей ничего не хочешь ему дать И хочешь оставаться всегда кованной тяжкими этими узами Отсюда неисчетные беды Отсюда ревнование, отсюда блудодейство мужей Когда вы не клюбомудрые их побуждаете А заставляете их находить удовольствие в том, чем украшаются блудницы Потому-то они очень скоро и уловляются Если бы ты научила его питать этим украшением презрение И утешаться непорочностью, благочестием, смирением То он не так легко бы мог быть уловляем любодеянием Украшаться таким образом и даже лучше может и блудница А облекаться добродетелями нет Итак, приучи его находить удовольствие в таком украшении Которого он не может видеть на блуднице Как же ты его к этому приучишь? Если снимешь с себя украшение твое и облетешься в духовное Тогда муж твой будет огражден И ты будешь в почтении И Бог будет вам милостив Все люди будут вам дивиться И вы достигнете будущих благ Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа Которому слава и держава во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!